Здравствуйте, уважаемые слушатели, в эфире Лебедев Антон. И сегодня у нас по плану видео, посвященное отражательным техникам получения экоспектров. Ну, с исключением нарушенного полного внутреннего отражения. Собственно, такое коротенькое видео решил снять о техниках, собственно, о которых довольно мало говорится. Ну и вот сегодня мы этот пробел с вами закроем. Собственно, по плану у нас сначала коротко вспомнить о технике пропускания и технике нарушенного полного внутреннего отражения, как основных техниках получения экоспектров в среднем диапазоне. Ну, а затем разберем три техники с вами. Это техника зеркального отражения, зеркального отражения абсорбции и технику диффузного отражения. Ну, в презентации используемые материалы компании Shelltech, Perkin Elmer и Broker. Собственно, давайте с вами приступать. Ну, вот, как я уже говорил, две основных техники получения экоспектров в среднем диапазоне. Это анализ на пропускание и нарушенное полное внутреннее отражение. Давайте коротеньческо вспомним, о чем же эти техники вообще говорят. Собственно, что из себя представляет техника пропускания. То есть, у нас есть некий образец, вот такая вот синяя подложечка. Вот у нас здесь, собственно, есть источник излучения и детектор. Ну, от источника этих излучений по оптической системе попадает на образец, часть излучения поглощается, часть проходит, ну, собственно, в наш детектор. Ну, и по разности между фоном образца, да, и спектром фона, вот, ну, то есть, фон, разностью между фоном, да, и спектром образца, мы получаем двулучевой спектр образца, так называемый. Вот, собственно, ну, в качестве, вот, ну, всяких аксессуаров, там, может быть, и кокювета, там, окна из броми докалия, например, какие-то растворы, возможно, полимерные пленки, там, на магнитном держателе, например. То есть, ну, довольно, довольно большое количество аксессуаров в технике пропускания существует, да, но в любом случае, да, это всегда у нас образец стоит как препятствие на пути излучения, да, инфракрасного. Вот, собственно, но по технике НПВО, да, здесь у нас используется, это уже отражательная техника, да, но о ней мы сегодня, как бы, говорить особо не будем, да, о ней я более подробно говорил в видео, по второй части икоспектроскопии. Ну, собственно, где-то здесь у нас будет ссылочка, если я не забуду, ну, или, в принципе, вы можете посмотреть в плейлисте, да, там, методы колебательного анализа на канале. А, собственно, в чем заключается суть метода, да, то есть, ну, используется явление, так называемого, полного внутреннего отражения, да, какие условия для возникновения полного внутреннего отражения. Ну, во-первых, это плотный контакт двух сред друг с другом, в данном случае среда вот желтенькая, да, это у нас кристалл, да, ну, вот, собственно, желтенькая среда, это у нас кристалл, вот, и синенькая, это у нас образец, да, образец. Вот, то есть первое, это должен образец хорошо лежать на кристалле, то есть должен быть плотный контакт между двумя средами. Второе условие, это коэффициент преломления кристалла желтенький, да, он должен быть выше коэффициента преломления образца синенького. Ну и третье, угол вот этого, вот это, да, он должен быть выше так называемого критического угла, да, то есть, ну, вот это, это угол между нормалью, да, поверхностью и падающим лучом, да, вот это угол. Здесь имеется в виду как раз он. Собственно, ну, вот этот угол должен быть выше некого критического значения, иначе у нас не будет наблюдаться явление полного внутреннего отражения, да, а будет наблюдаться явление преломления света в системе двух сред. Вот, ну или там, свет пойдет по границе раздела фаз, если у нас там угол будет примерно равен критическому. Вот, ну, как бы из-за волновых свойств, да, то есть, у нас явление полного внутреннего отражения реализуется, так сказать, не полностью, да, и поэтому это явление называется нарушенным. Вот, ну, подробнее, как я уже говорил, у меня сказано в предыдущих видео, да, можно найти их на канале. Ну, собственно, вот мы рассмотрели вот две основные техники получения ЭК-спектров. Собственно, ну, где-то 95, может даже 98% всех ЭК-данных, они получаются вот этими двумя техниками. Но есть и другие техники получения ЭК-спектров, они более специализированные, вот, о них мы сегодня и поговорим. Ну, начнем мы с техники зеркального отражения. И здесь у нас, вот, собственно, представлен схематичный рисунок того, как происходит, ну, реализуется эта техника, да, то есть, у нас есть источник излучения, у нас есть детектор, и у нас есть образец, который представляет собой зеркальную или глянцевую поверхность, от которой лучи, ну, отражаются, так сказать, идут параллельным пучком и отражаются параллельным пучком нам в детектор, ну, в наш детектор, точнее. Вот, собственно, на этом и основана техника, да, на этом основана техника, ну, по-английски называется Specular Reflection. Собственно, да, вот, здесь описание, да, о котором я говорил, то есть, образец получается пучком параллельных ЭК-лучей, собственно, достигнув вот этой зеркальной поверхности, наш пучок этих параллельных лучей отражается в детектор, при этом, ну, чем более глянцевая, гладкая поверхность, тем лучше будут спектры зеркального отражения. Ну, в качестве фона у такой техники используются различные зеркальные поверхности, ну, обычно используют какие-то, ну, например, зеркало с металлическим напылением, например, золотым или алюминиевым напылением, если, там, подешевле, да, вот. Собственно, образцы, да, образцы должны иметь зеркальную поверхность. И на выходе мы получаем, ну, так называемые спектры зеркального отражения. Они очень сильно отличаются от, ну, традиционных ЭК-спектров, да, то есть, которых мы привыкли видеть в технике на пропускание или технике НПВО, да, И эти спектры требуют, ну, применения определенного преобразования. Называется оно преобразование Крамерса-Кроника, которое будет переводить вот спектры из единиц зеркального отражения в единицы абсорбции. Ну, давайте на следующем слайде посмотрим, да, вот здесь у нас вверху изображен спектр зеркального отражения полиметилметокрилата. Собственно, при помощи программного обеспечения мы производим конвертацию, да, спектра, да, по преобразованию Крамерса-Кроника и получаем на выходе вот такой вот спектр полиметилметокрилат. То есть, тот традиционный спектр, да, который мы обычно видим на экране нашего монитора при работе с ЭК. Вот, собственно, такие, ну, такие особенности работы. Ну, вот из своей практики, вот могу сказать, ну, относительно недавно мне приносили нано-пленку телурида висмута на подложке фторида бария. Вот, собственно, ну, как бы как я не пытался снять спектр техникой на пропускание, у меня особо ничего не получалось. То есть, там фактически образец, ну, всё излучение отражает своей поверхностью, вот, и на детектор попадает очень малая часть. Вот такой образец вот в такой технике на пропускание, собственно, очень плохо себя вёл. Ну, как бы, данный образец был снят техникой НПВО, но здесь тоже, как бы, такой нюанс был, да, что у нас вот этот вот образец, такая подложечка, да, ну, вот видно, что она такая из зеркального отражения у неё, зеркальная поверхность, даже вот часть моей одежды видна вот в этом зеркале. Ну, собственно, о чём я, да, то есть, там, ну, фактически толщина была меньше миллиметра у этого образца, но и при прижиме методом НПВО этот образец, ну, раскололся на две части. Вот, и в данном случае бы как раз вот техника вот зеркального отражения, она была в данном случае кстати. Но это скорее вот мне, ну, буквально вот первый или даже вот второй раз в жизни такой образец попался. Очень редко, когда бывают вот именно задачи такого плана, но тем не менее, вот, даю информацию, что такое действительно есть. Собственно, применение, да, техники зеркального отражения. Ну, первое применение, это, естественно, идентификация материалов. Во-вторых, это, возможно, анализ полимеров, которые имеют глянцевую или зеркальную поверхность. Ну, тот же самый полистирол, например, да, если определённым образом, если его обработать, да, то он будет иметь такую зеркальную поверхность. Вот, ну, и ряд других пластиков, например, полиэтилен или полипропилен, да, там тоже, ну, как бы нет особых таких затруднений для того, чтобы получить вот такую глянцевую поверхность. Также применяются для анализа объектов искусства, например, в реставрационных целях, картины, скульптуры и ряд других, ну, так сказать, объектов искусства, да, он может, вот они могут анализироваться данной техникой. Ну, и минералы и драгоценные камни, естественно, да, также можно исследовать. Ну, давайте теперь перейдём к следующей технике. Это техника зеркального отражения абсорбции или трансфлекционная техника, да, по-другому называют трансфлекционная техника, ну, по-английски reflection absorption technique или transflectance technique. Да, собственно, спектры называются трансфлекционными, да, которые получаются данным методом. Ну, в чём суть, да, то есть здесь принципиальное отличие от предыдущей техники, да, мы видим, что у нас образец прозрачный, да, образец прозрачный, да, образец прозрачный, и для того, чтобы отразилось ЭК излучение, да, мы используем отражатель, вот, отражатель, на котором наш образец находится. Собственно, в этом и заключается суть данной техники. Ну, образец вот тонким слоем помещен на отражательную металлическую, как правило, поверхность, луч, свет, проходя через образец, отражается. Собственно, мы также можем регулировать глубину проникновения, а также длину хода луча в образце, да, глубина проникновения в данном случае D у нас, а длина хода луча в образце X. Ну, и, следовательно, вот при изменении угла падения луча, да, можно добиться, ну, различной глубины проникновения, и можно добиться, ну, как бы, большего хода луча в образце, да, большего хода луча в образце. Ну, и, соответственно, раз ход луча в образце будет больше, то и будет расти число поглощающих излучения молекул, ну, и, следовательно, будет расти чувствительность. Вот, ну, по своему характеру, да, трансфлекционные спектры, они очень схожи со спектрами, получаемыми техникой на пропускание. Ну, вы помните, да, что там спектры, полученные техникой на пропускание, они отличаются от НПВО спектров в некотором плане, как бы, ну, в основном амплитудами сигналов в разных частях спектра. Ну, об этом я, собственно, говорил, да, говорил в одном из видео, ну, если не забуду, ссылочка также будет в описании, и вот здесь вот в всплывающей подсказке. Ну, и вот, вот этот вот ход луча в образце можно вот как раз, как раз его выразить через вот эту формулу 2D на косинус θ, 2D на косинус θ. Так, хорошо, дальше, где применяется техника зеркального отражения, ну, например, применяется она при анализе покрытий и исследовании характеристик поверхностей. Также применяется для определения толщины слоев, да, ну, каких-то прозрачных, например, образцов. Ну, и, что интересно, да, методы используются для анализа микротомных срезов тканей живых организмов. Вот такие вот применения у данной техники. Ну, и третья техника, о которой мы с вами сегодня поговорим, это техника диффузного отражения. Ну, техника диффузного отражения, ну, diffuse reflection или drift, вот, в данном случае у данной техники, ну, точнее, у образца в данной технике поверхность должна быть шероховатой, да, то есть, если в предыдущих техниках у нас, наоборот, поверхность должна была быть гладкая, да, как можно лучше, особенно в технике зеркального отражения, то в технике диффузного отражения, наоборот, чем больше неровностей, да, тем, собственно, мы получаем более качественный спектр диффузного отражения. Ну, в чем суть, да, то есть, излучение попадает на образец, ну, который имеет некую шероховатую поверхность, или, например, кристаллический образец, какой-то размолотый, да, то есть, вот, вот эти вот шероховатости, или кристаллиты, да, они начинают, вот это вот параллельно идущие на них лучи, да, они начинают отражать под разными углами, да, под разными углами, так как сами кристаллы, кристаллиты, они ориентированы по-разному. Соответственно, мы вот получаем некое рассеянное излучение, которое мы собираем, например, при помощи интегрирующей сферы и доставляем до детектора. Да, при этом отражательная, как бы, отражательная часть, она, ну, нежелательна для получения качественных диффузионных спектров. Вот. Ну, для увеличения глубины проникновения и получения более качественных спектров диффузного отражения, соответственно, образец можно смешивать с икопрозрачным материалом, ну, например, коим является бромид калия, да, прокаленный, просушенный бромид калия. Ну, вот здесь, собственно, на рисунке видно, да, как все происходит, то есть излучение от источника попадает на шероховатый или размолотый образец, происходит отражение или рассеяние излучения под разными углами, да, в разные стороны, да, и, соответственно, вот, ну, у нас может быть здесь некая фокусирующая система, да, или интегрирующая сфера, которая вот это вот все диффузно рассеянное излучение, она будет собирать, вот, и перенаправлять в детектор. Ну, как работает интегрирующая сфера в ближнем икоспектрометре, я также, я также об этом говорил, ну, если не забуду, опять же, будет ссылочка в отдельном видео, ну, то есть на отдельное видео, где я об этом говорю. Ну, вообще техника диффузного отражения, она применяется как для средней, так и для ближней икоспектроскопии, да, техника диффузного отражения используется очень часто, вот, и при том не только, ну, так скажем, в аналитических лабораториях, но и в производственных лабораториях для контроля производственных процессов, там, процессов смешения, процессов, там, каких-то химических, вот, и так далее. Ну, очень на сегодняшний день такая распространенная техника, ну, особенно, вот, применяя, ну, касательно ближней икоспектроскопии. Ну, вообще, спектры диффузного отражения, они не характеризуются прямой зависимостью амплитуды сигнала, между амплитудой сигнала и концентрацией, вот, ну, и, следовательно, для того, чтобы, для того, чтобы вот эту вот зависимость, да, линейализовать применяется, так называемое преобразование кубилки Мунка, который переводит единицы измерения ординат, то есть, в оси Y, да, в единицы абсорбции, ну, то есть, из единиц абсорбции в единицы кубилки Мунка, соответственно, и спектр также модифицируется, вот, ну, следует сказать, что, ну, в программе спектрум, в которой я работаю, то есть, собственно, преобразование кубилки Мунка, оно работает необратимо, да, то есть, почему-то, ну, исходный спектр тоже уничтожается, ну, то есть, имейте это в виду, если вы работаете в программе спектрум. Также следует сказать, что преобразование кубилки Мунка хорошо работает только, ну, в ближней К-области, в средней К-области, там, теория кубилки Мунка, она, она не очень себя хорошо показывает, так как применяется она в основном только для, ну, такого низкоинтенсивного излучения, которое как раз в биг области и наиболее, наиболее явно выражено, а вот с более интенсивным излучением, вот, как раз теория кубилки Мунка справляется довольно плохо, да, и вот это вот преобразование, оно более-менее хорошо работает только для ближней К-области. Но, тем не менее, можно, в принципе, никто не запрещает, можно попробовать и на среднем ИК. Ну, вот, пример, биг-спектр таблетки аспирина, да, в единицах абсорбции, полученной сверху, да, и тот же самый образец, полученный в единицах кубилки Мунка. Ну, видно, что спектр, в принципе, ну, у них сохранены некие такие общие паттерны, но, в целом, вот, сигнал, амплитуды сигналов, они несколько отличаются, да, они несколько отличаются. Собственно, где применяется, да, где применяется диффузное отражение, это, например, количественный анализ в твердой фазе, вот, и различный фазовый анализ. Также применяется для идентификации твердых и пастообразных образцов и реже используется для жидкостей. Применяется в исследовании катализаторов для определения гранулометрического состава, ну, то есть, по размерам, да, кристаллит по размерам, ну, и применяется в геологии и геологоразведке. Еще раз напомню, что диффузное отражение – это довольно часто используемая техника в ближней к области, но не так часто используемая в средней к области. Ну, таким образом, да, видео подходит к концу, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите свою конструктивную критику в описаниях, ну, а мы с вами встретимся в следующих видео, и всего доброго, и спасибо за внимание.